Зовут меня Злобина Екатерина. В проекте я с конца августа месяца. Сейчас нахожусь на уровне 15%. Проект меня пригласила Шахаева Анна. Мы с ней бывшие коллеги. Лилия, если все остальные меня видят и слышат, попробуй просто перезайти. Если слышишь и видишь, значит, как бы с моей стороны все в порядке. Попробуй выйти и еще раз зайти. Либо может быть у тебя какой-то микрофон выключен, проверь настройки. Так вот, собственно, к теме личного товарооборота. Что же такое личный товарооборот? Вот, Саш, вот у меня все микрофоны по максимуму. Вот, вроде ребята пишут, что нормально. Попробуй, может, у тебя тоже что-то порегулировать. Я, ну, только ближе к экрану могу еще попробовать, потому что у меня, правда, уже все по максимуму включено. Так вот, что же такое личный товарооборот в нашем бизнесе? Да, немножечко вперед убежала. Как я уже сказала, да, почему я немножко с другого покажу к этому вопросу. И, как правило, даже своим партнерам, да, никогда не дают смотреть вебинары на тему, как это можно сделать. Потому что, если человек понимает, зачем ему это надо сделать, да, он сам пересмотрит тысячу вебинаров, он сам сядет, подумает над вопросом, да, как он может организовать своими силами, силами своих родных, знакомых, друзей, коллег. И он найдет выходы, однозначно. Собственно, зачем, да, зачем мы делаем ЛТО? Потому что ЛТО – это основа нашего бизнеса. А в бизнес мы приходим зачем? Затем, чтобы достигать наших целей, да. Кто-то хочет купить новую машину, кто-то хочет построить дом для своей семьи, кто-то хочет расширить, может быть, жилищные условия, да, улучшить, кто-то хочет ездить, отдыхать. Для всего этого нам надо соблюдать, помнимо остальные действия, да, которые мы делаем в нашем бизнесе, приглашаем людей на бизнес, обучаем, все обучаем. Надо приобрести такой навык, как научиться делать свой личный товарооборот. Как уже сказала, да, личный товарооборот – это фундамент бизнеса, это часть группового оборота, с которого, собственно, вы получаете свой доход. Нет личного оборота каждого партнера, нет группового оборота, нет дохода. Я думаю, что это для всех очевидно. Что это еще? Это условия роста, да, то есть если вновь приходящие партнеры ваши, да, они не будут так же, как и вы, делать свой личный товарооборот, то, соответственно, рост ваш, он происходить не будет. Можно пригласить тысячу партнеров, да, но если никто из этой тысячи не будет делать личный товарооборот, то, соответственно, ни о каком командном росте речи быть не может. Это условия начисления дохода. Условия от компании партнера, с которым мы работаем, да, они условия вышестоящих спонсоров, это именно условия компании. В общем-то, как любая компания, да, любое предприятие, компания, в общем-то, вполне права, да, в том, что она выставляет какие-то условия сотрудничества, какие-то договоренности, это абсолютно нормально. На любой работе, в любом бизнесе, да, есть какие-то условия, при которых вы будете получать доход, либо зарплату, если речь идет о работе по найму. Это условия получения подарков, бонусов всех плюшек от компании, да, то есть выполнение личного товарооборота на то или иное количество баллов дает возможность участия во всех акциях, получения всех плюшек от компании. Их, на самом деле, очень много. Продуктовых акций тех же самых, да, часто бывают акции от, не то чтобы часто, но достаточно регулярно бывают акции от вышестоящих спонсоров, да, которые, так или иначе, тоже завязаны на росте вашего оборота и, соответственно, завязаны на вашем личном товарообороте. Поэтому, чтобы получить все вот эти вот интересности и в них поучаствовать, тоже надо условия по выполнению ЛТО выполнять. Дальше, что еще такое личный товарооборот? Это, без сомнения, личная экономия, да. Наша компания-партнер в своем арсенале имеет порядка полутора тысяч номинований продукции. И уж точно что-то из вот этого огромного количества ассортимента, да, мы все сейчас покупаем, приобретаем. Соответственно, приобретая это не в обычном магазине, где мы привыкли, да, приобретая это в магазине нашего партнера, мы экономим как минимум 20% на своей дистрибьюторской скидке, да, плюс мы получаем из этого доход по премьер-клубу, соответственно, и наш процентный уровень. Поэтому, ну, я думаю, если сравнивать с обычным магазином, да, и посмотреть скидки по дисконтным картам, которые предоставляет обычный магазин, выгода она налицо. Надо, опять же, просто задуматься о том, сколько вы тратите сейчас, и сравнить с тем, что вы можете тратить в твоем магазине, да, в магазине нашего партнера. Ну и личный товарооборот, как я уже сказала, это навык, это навык ваш, и это тот навык, которому вы должны обучить своих партнеров. Очень сложно научить другого человека чему-то, да, что вы не умеете делать сами. Я думаю, что наверняка, точнее, вряд ли, да, вряд ли вы знаете инструктора по вождению, который будет учить людей водить автомобиль, да, при этом не умеет делать этого сам. Либо учитель английского языка, который не знает английского языка и учит этому детей, взрослых, либо тренера по плаванию, да, который учит людей плавать, но при этом не умеет сам. Мы с вами занимаемся организационной обучающей деятельностью. Обучающая, составляющая нашего бизнеса, она огромная, да, без обучения мы не сможем прийти к той вот высшей точке, да, за которой мы сюда приходим, это за, соответственно, резидуальным доходом. Без обучения наших партнеров мы на этот уровень не выйдем. Очень сложный, в принципе, мне лично непонятно, да, как, каким образом, как я уже сказала, можно обучить людей тем навыкам, которым вы сами не обучились. Мы работаем по принципу дублицирования, да, я думаю, все это понимают. Соответственно, если команда, да, ваши партнеры, ваша команда, они дублируют вас, они точно так же будут дублировать ваше неумение, ваше нежелание, там, ваше не могу, да, по выполнению личного товарооборота. Иногда есть некоторая такая позиция, немножечко ошибочная, да, что вновь приходящие партнеры приходят с таким мнением, да, с такой установкой, что можно сначала выйти на уровень, да, за счет нашей настоящей стратегии построения команды, за счет стратегии турбороот, и, соответственно, уже на каком-то более высоком уровне, да, включиться в работу и начать делать личный товарооборот. Но, опять же, если идти по пути правильному, да, то любое дело надо все-таки начинать с начала, а не с конца. А ЛТО – это основополагающий момент в нашем бизнесе, и наверняка вы согласитесь, что не будет правильным, да, если, например, врач сначала будет назначать лекарство, а потом устанавливает диагноз. Либо же я сначала раскрою платье, потом снимет мерки. А бизнесмен сначала откроет магазин, да, потом создает бизнес-план по открытию этого магазина. Абсолютно как в любой деятельности, как в любой сфере, да, какое же правило действует у нас. То есть надо начинать сначала. Лучше потратить энное количество времени и приобрести этот навык, да, если не путем собственного потребления, да, путем действительно организации личного оборота. Решить этот момент раз и навсегда, и потом, собственно, приступать к дальнейшим действиям. К тому, чтобы вы смогли передать свой приобретенный навык своим новым партнерам. Что я, как правило, да, слышу обычно от наших партнеров, почему ЛТО не выполняется. По двум причинам. Либо не хочу, либо не могу, да, но смотрите, что получается. Если, например, мы возьмем другие сферы деятельности, да, мы же приходим в наш бизнес как-то не игрушки играть, а мы приходим в свой бизнес развивать. И представьте, что было бы, если бы, например, медицинский работник, да, сказал, я не хочу проходить медосмотр, но я бы, например, наверное, не пошла к такому медработнику, да, меня бы некоторые сомнения посетили. Если бы повар, например, говорил, я буду готовить без перчаток, да, я не буду надевать перчатки. Или учитель сказал, я не буду проверять тетради своих учеников. Ну, немножко странная позиция для человека, находящегося вот в данной конкретной должности, в данной специальности, да. Ответ не могу. То есть я не могу сделать личный товарооборот, у меня не получается. Было бы странно, опять-таки, услышать от тяжелоатлета, например, да, что я не могу поднять штангу, от медсестры я не могу поставить укол, или от водителя я не могу заправить автомобиль. Все эти вещи, вот я просто для чего привожу примеры, да, чтобы было понятно, что это действительно навык, просто навык, которому надо обучиться, так же, как в любой другой специальности, в любой другой профессии, да, в любой другой сфере деятельности. Каждый специалист, он обучается каким-то обязательным навыкам для того, чтобы в своей деятельности, в принципе, иметь возможность работать, да, смочь работать. Точно так же у нас ОКО, это базовый навык, и это условия развития. Но, тем не менее, тем не менее, даже если приходящие в бизнес партнеры, они учатся, да, делать ЛТО, у них получается, в конце концов, часто в голове, где-то вот там на подкорке, все равно остается, что личный товарооборот в нашем бизнесе, да, это есть некое вложение. Мы же наш бизнес позиционируем как бизнес без вложений. На самом деле, я лично сейчас даже не так формулирую, да, я ставлю формулировку бизнес без не финансовых вложений, а финансовых рисков. Мне вот это кажется более правильным, потому что пусть даже назовем это словом вложение, да, пусть это будет вложением, но это вложение несколько другого характера, если сравнивать, например, с традиционным бизнесом. Смотрите, наш план по личному товарообороту, да, для начисления дохода, это 150 бонусных баллов, 5-6 тысяч рублей. Соответственно, если мы берем вот эту вот сумму вложений в традиционном бизнесе, да, то есть мы закупили товар на 5-6 тысяч рублей, это некий такой вот неустойчивый еще замок, то есть мы даже не знаем, у нас пойдет, не пойдет наш традиционный бизнес, да, товар мы купили на эту сумму, нам надо его продать. Нет ровно никаких гарантий, что мы этот товар, закупленный, продадим. Ну вот нет таких гарантий. Конечно, да, сейчас очень много источников, можно там распродать по себестоимости, но, в принципе, изначально как бы такую гарантию никто не дает. Если бы уже мы сравниваем вот эти вот вложения, да, в нашем бизнесе, в MLM, мы этими вложениями что сделали? Мы ими помылись, побрызгались, накрасились, выпили, соответственно, внутрь, да, в качестве коктейлей, витаминов там съели, в качестве батончиков, то есть мы вложили это в себя. Вот надо четко как бы эту разницу для себя осознавать, что вложения в традиционном бизнесе, вложения в MLM, они точно не есть как бы знак равно. Вот, поэтому я лично это формулирую именно как нет финансовых рисков. Вы в любом случае, даже если называете это вложениями, это будут вложения как минимум у вас, они точно не будут, деньги просто выпущенные на воздух. Понятен этот момент? А как-то отреагируйте в чате вот это сравнение? Ребят, все хорошо, я на связи еще? Ага, спасибо. Давайте рассмотрим примеры вложений, да, в традиционный бизнес, то есть чтобы понимать, еще сравнить суммы, что в нашем бизнесе, что, соответственно, в бизнесе традиционном. Во-первых, не забывайте, что такой традиционный бизнес, да, это будет изначально какая-то, да, у меня ребенок просто играет, так что, ну, простите, это дети. Вот, он целый день сегодня маму не видел, поэтому он отрывается к вечеру. Вот. Да, вложения в традиционный бизнес, да, это всегда будет какой-то изначально приличный стартовый капитал, то есть одной большой суммой, так, и все. У нас это идет по, получается, трехнедельному вот такому вот графику, да, и всегда можно все-таки сопоставлять, как я расту, да, сколько я вкладываю, пусть будем называть это вкладываю. Так вот, цифры, на самом деле, приводили мои партнеры по команде, ну, и плюс я запрашивала свои знакомых, поэтому цифры реальные все, то есть вот последние данные, которые мне ребята из данного традиционного бизнеса дали. популярный ныне мотивой сервис, да, то есть выучиться на мотиве мотивого сервиса и, в общем, работать на себя. Ну, вот базовое обучение, мне привели такие цифры, стоят 14800, это без материалов, то есть сюда не включены еще материалы, плюс базовый инструмент для работы, да, то есть там лампа, машинка, ну, видимо, которые, не знаю, ногти, которые там шлифуют, тикулы убирают, такой, наверное, инструмент имеется в виду, а расходники, соответственно, все базовые, да, ну и стол для работы. То есть примерно можно посчитать сумму порядка 20 тысяч рублей, получается, да, где-то близко к 25, правда, понимаете? Ой, да, молодец, посчитала, калькулятор, или ты его мне хорошо считаешь? Шугаринг, вот, девочка у меня из команды приводила данные мне. Обучение от 5 тысяч, да, соответственно, ну, не буду вот все перечислять, в принципе, цифры есть, ну, то есть тоже получается где-то, наверное, там близко, около 15, да, потому что цифры проведены все по минимуму, то есть тоже разом сумму отдаем. Вот, теперь такой бизнес уже посерьезнее немножечко, да, с более серьезными вложениями, это будка. Ну, тоже, я думаю, все знают, у нас на одном из запусков наши вот ребята работали, первоначальные вложения, я надеюсь, Саша с Наташей в чате есть, я правильно в итоге все посчитала из той информации, которую вы мне дали. А расходники, соответственно, да, ежемесячно, ну, и плюс на продвижение и реквизит за год работы еще была потрачена сумма, то есть сумма, она вообще приближается там 400, 400 тысяч, да, получает изначальных вложений. Вот, слава богу, там все купилось, все хорошо, да, с определенными, естественно, личными усилиями. Вот, но тем не менее, смысл в чем? Смысл в том, что риски и сумма вложений в традиционный бизнес изначально, да, она никогда не равна сумме вложений, пусть будем называть так, да, в бизнесе MLM. Вот, ну и характер, соответственно, вложений в традиционном бизнесе и в бизнесе MLM, он разный совершенно, да, то есть то, что мы вкладываем в традиционном бизнесе, мы вот вложили и ждем, пока купится. А вот этим мы помылись, попушили, накрасились, в общем, вложили в тебя, еще раз, да, повторюсь. Ну и для пущей убедительности, да, что называется, давайте сравним еще доходы в бизнесе в традиционном, в MLM, ну и до полного комплекта еще в работе по найму, потому что бывают, опять-таки, некоторые недопонимания, да, когда мы людей приглашаем на бизнес, люди не из бизнеса, да, они не сразу этот момент понимают, в том плане, что если мы говорим про традиционный бизнес, то он вообще у нас стартует с точки минус, даже не с нуля, да, мы в MLM стартуем с точки ноль и растем медленнее, естественно, то есть это не будет сразу такой доход, да, как на работе по найму, вот, но тем не менее он будет сразу, сразу какой-то небольшой. Разница лишь в том, что если на работе по найму у нас там через полгода, через год или через полтора, да, скорее всего ничего не изменится. В MLM бизнесе, ну, естественно, при правильной работе, при правильном действии, да, доход ваш будет стабильно растущим. Что же получается в традиционном бизнесе, если сравнивать? Я цифры перечислять не буду, да, они, в принципе, все на слайде есть, просто сама логика. В традиционном бизнесе мы стартуем из точки минус, где-то, может быть, через год, да, там, вы придете к нулю, может быть, раньше. Все зависит от конкретного бизнеса, да, от конкретной иском углажения, но, тем не менее, надо понимать разницу, стартовать из минуса, да, или стартовать из нуля. Риски на лицо. Теперь самый интересный момент, да, как в реальности может получиться, то есть, если там такая некая теоретическая модель, то как может получиться в реальности? В реальности на работе по найму может получиться такая штука, что зарплату просто урежут, а может получиться такая штука, что просто уволят. А в традиционном бизнесе может получиться так, что ваше изначальное вложение потребует еще дополнительных вложений, да, в течение месяца, двух, трех, а может быть, еще полугода, потому что, да, писать бизнес-план это классно, но как бы реальность, она накладывает свой отпечаток, и очень часто далеко не все получается предусмотреть. И если поговорить с любым человеком, да, который когда-то был в бизнесе, либо сейчас находится в традиционном бизнесе, то, ну, однозначно, практически от каждого вы услышите, что сначала он вложил, а потом вложил еще, еще и еще, и когда-то только потом он начал выходить, соответственно, из минуса уже тихонечко подниматься к нулю, а потом в плюсы, если все, конечно, прошло успешно, поэтому факт в том, что надо обращать внимание на детали, да, то есть есть некая теория, но есть такие нюансы, в которых, в общем-то, вся соль, что называется, и надо обязательно на них обращать внимание. Вот, что же в нашем бизнесе? В нашем бизнесе, как я уже сказала, да, доход он сначала небольшой, но он все-таки стабильно растущий, если работать по системе. Ну и потом не забываем, что, как всегда, все очень индивидуально, да, и уже у нас в команде есть случаи, когда на хороший там уровень доходов выходили за достаточно быстрый срок, который традиционному бизнесу, в большинстве традиционных сфер-бизнеса, да, и не с минусу, собственно, поэтому тут все зависит, как всегда, по поговорке, да, кто как поработал, кто так и полопал. Вот. Ну и, соответственно, у меня прям, я сегодня, слушайте, очень коротко, все так быстро у меня сегодня, последний слайд, на самом деле. Еще, да, для кущей убедительности просто смотреть стратегию роста при выполнении вашей команды, да, каждым партнером вашей команды разного количества бонусных баллов. Предположим, что в команде у вас вы и три партнера, ну и, соответственно, каждый каталог, да, вы прирастаете на три партнера. Что получается? Получается, если по 50 баллов, да, каждый из ваших партнеров делает в каждом каталоге, то через 5 каталогов вы лишь менеджер 18%. Если каждый делает по 100 баллов, при этом учитываем, да, что мы не получали доход в течение всего этого срока, и мы пропустили ряд продуктовых плюшек, вкусных. Если каждый делает по 100 баллов, то через 5 каталогов мы на уровне директора, да, но опять же мы потеряли, хотя нет, продуктовые не потеряли, мы потеряли доход. А если мы делаем 150 бонусных баллов, то по данной стратегии мы через 5 каталогов уже на уровне, дождите, не старшего, не старшего, даже получается, золотой у нас получается. Золотой, скорее всего, да, будет директор. Я даже неправильно описала. Поэтому, к чему приходим? Приходим к тому, что выгоды 150 бонусных баллов, да, они налицо. Вопрос, как, это, соответственно, уже вопрос лично каждому человеку, потому что, ну, мне кажется, вот тут каких-то универсальных пилюлек нет, да, таких волшебных. Универсальная волшебная пилюлька, она одна, это понимаете, чем вам это надо. Вот. Способы уже найдутся сами. Найдете корпоративных клиентов, да, подключите всех родственников, подключите всех друзей и решите эту задачу для себя раз и навсегда. В конце концов, будет что передать следующим поколениям ваших партнеров, да, какие фишки, какие способы организации ЛТО. Ребят, у меня, в общем-то, все. Я сегодня вот так, коротенечко, за 25 минут буквально, все, что хотела сказать, все, что говорю, в принципе, своим партнерам, да, всегда. Вот. Какие-то, может быть, вопросы есть? Продолжение следует. Продолжение следует...